Добрый вечер в прямом эфире новости в студии Натальи Винокуровой. О том, какими событиями заканчивается рабочая неделя, расскажу я и мои коллеги в этом выпуске. Итак, основные его темы. В Красноярске из-за ремонта дорог перекроют еще несколько улиц. Как изменится схема движения? В дальнейшее продолжение работ планируется асфальтирование участка проспекта Мира от улицы Кирова до улицы Перенсона. Время закрытия этого участка будет сообщено дополнительно. В Минусинске начался основной этап работ на строительстве нового моста через Енисей. Все ли идет по графику и когда откроют переправу? Подготовительные работы выполнены. На сегодняшний день идет отсыпка земляного полотна скальным грунтом. Сегодня годовщина начала блокады Ленинграда. Как в Красноярске почтили память погибших и что помогало выжить в осаде. Когда я осознала, что я съела эту пайку хлеба, мне так было тяжело и плохо. Синоптики пообещали ночные заморозки и дожди, где в выходные температура опустится ниже 0 градусов. В выходные дни будет температура воздуха ниже нормы на 24 градуса. В Красноярске перекроют еще несколько дорог. Уже завтра проезд транспорта запретят на одном из участков Керенского. Ремонтные работы начнутся и на нескольких улицах в центре города. Все ли идет по графику, расскажет Екатерина Погорелова. Ремонт на проспекте Мира идет одновременно на нескольких участках. Где-то уже уложили новый асфальт, убрали сети под землю и заменили бордюры. Но вот к благоустройству пешеходных дорожек так и не приступили. Это создает определенные неудобства как пешеходам, так и водителям. Одни стоят в пробках на соседних улицах, другие ежедневно преодолевают препятствия. На этом объекте дорожники отстают от графика на 4 недели. Однако по-прежнему планируют завершить основные асфальтобетонные работы до 15 октября. Есть надежда, что к зиме приведут в порядок и тротуары. Тем временем подрядчик намерен перекрывать движения на остальных участках в центре. В дальнейшее продолжение работ планируется асфальтирование участка проспекта Мира от улицы Кирова до улицы Перенсона. Время закрытия этого участка будет сообщено дополнительно. То есть по погодным условиям подрядчик приступит к асфальтированию этого участка. И дальнейший участок это у нас улица Перенсона до улицы Парижской коммуны, проспект Мира. На этом участке будут продолжаться работы, но без закрытия движения. То есть будут вводиться ограничения по полосам для движения транспорта. Некоторые участки дорог в Красноярске перекроют уже завтра с 8 утра и на полтора месяца. Закроют проезд по улице Керенского от Годенка до Пролетарской. Там начнется строительство нового подземного перехода. Он предусмотрен проектом реконструкции улицы Волочаевской. Первый этап работ по плану должен завершиться 20 октября. Накануне движение на коммунальном мосту изменилось. Теперь перекрыта сторона, которая ведет с левого на правый берег. Но зато автобусы и такси пустили уже по отремонтированному участку. Ремонт части коммунального моста над Абаканской протокой начался 17 июня. За это время подрядчик успел полностью демонтировать дорожное полотно до основания и сделать новое. Теперь точно такие же работы проведут и на встречной стороне. Сдать объект должны 31 октября. За период работ на данном участке уже подрядчик набрался опыта и понимает, я имею в виду в части именно данного сооружения, то есть понимает, какие есть нюансы, сколько занимает демонтаж самого полотна. То есть в связи с этим сегодня есть понимание, где необходимо увеличить количество техники именно для демонтажа, потому что это основные виды работ, которые занимают достаточно большое количество времени. Работы ведутся и на улице Карла Маркса. Там монтируют ливневую канализацию, устанавливают бордюры и укладывают асфальт, не перекрывая движение. После масштабного дорожного ремонта в Красноярске в порядок приведут 48 улиц. Как сообщили в администрации, основные работы завершены на 30 объектах, но еще ни один из них не принят комиссии. Подрядчики завершают установку знаков, светофоров и наносят разметку. Екатерина Погорева, Максим Гават, новости. В Минусеницке начался основной этап работ на стройке нового четырехполосного моста через Енисей. Старая переправа рухнула во время капитального ремонта весной прошлого года. Сейчас подрядчики готовы приступить к возведению первых опор сооружения. Подробности у Артема Ахальникова. Машинист катка Иван Шумин один из тех, кто трудится над возведением моста через проток у Енисея. На этот раз тяжелый 20-тонный каток вышел не для укладки асфальта. Его задача утрамбовать грунт до плотности бетона, чтобы при эксплуатации дорога сохраняла прочность на протяжении десятилетий. Старое полотно чуть-чуть изменено, потому что дорога будет смещена и расширена в четыре полосы. То есть это были работы основным грунтом, старым, то есть сделаны послойно. Была проведена работа, то есть каждый слой должен был укатан быть катком. Планируется, что новый мост будет шире старого, около 16 метров. С одного из берегов будет отсыпано земляное полотно, которое глубоко врежется в пойму реки. Такое проектное решение сократит длину сооружения всего до 30 метров и позволит обойтись одним пролетом. Подготовительные работы выполнены. На сегодняшний день идет отсыпка земляного полотна скальным грунтом. У нас тут 10 тысяч небольшим скального грунта. Произведены буро-взрывные работы в карьере. Идет работа все в соответствии с планом, с графиком. Строители уже закупили шпунтовое ограждение. На следующей неделе планируют приступить к его забивке и возведению первой опоры на правом берегу протоки. А пока на объекте работают экскаватор, каток, бульдозер и 6 единиц погрузочной техники, которые подвозят скальную породу через каждые 10 минут. Всего в этом году на объект планируют потратить 71 миллион рублей. На строительной площадке кипит работа. Тяжелая техника не останавливается ни на минуту. Предстоят большие объемы в очень короткие сроки. До нового года мост должен быть готов. Так, чтобы на 2018-й осталось только провести асфальтирование. Старый Минусинский мост через протоку Енисея рухнул при проведении капитального ремонта весной прошлого года. Пострадали несколько рабочих. Один из них, Алексей Потехин, потерял руку и остался инвалидом. Небольшой пенсии на жизнь не хватает. Кроме того, необходимо покупать лекарства. Сейчас мужчина ищет свободную вакансию, чтобы выйти на работу. Мы вступили в первые предложения по вакансиям. Был в единой дежурно-диспетчерской службе. Вакансия работы диспетчером. На любую работу согласен. Готов работать на компьютере. Программы строительные, автокад, архикад. Все это знаю. Помочь Алексею Потехину в трудоустройстве обещали местные власти. Его резюме уже разослали в городские организации. В администрации города Минусинска проводится планомерная работа по оказанию содействия в трудоустройстве Потехину Алексею Александровичу. В настоящее время рассмотрено его резюме. Подыскивается работа с необходимыми условиями труда. Полностью завершить работы строители планируют в 2018 году. За зимний период зимполотно даст необходимую осадку. И можно будет приступить к асфальтированию подъездных путей. После этого новый четырехполосный мост через протоку Енисея в Минусинске будет полностью готов к эксплуатации. Артем Махальников, Станислав Беркий. Новости. В Красноярске изъяли партию контрафактного алкоголя. Как можно распознать подделку с помощью мобильного приложения? Расскажем после рекламы. Вы смотрите новости на телеканале Енисей. И продолжаем выпуск. О погоде расскажем. Ночные заморозки обещают синоптики в эти выходные. В ночь субботы на воскресенье в центральных и южных районах края температуры могут опуститься до минус двух градусов. В северных территориях, в Норильске, Хатанге, Дудинки будет еще прохладнее. До минус пяти. На юге Таймыра ожидается мокрый снег. В краевом центре холодным будет и воскресенье. В темное время суток столбики термометров покажут всего около 0 градусов. Днем до плюс 10-14. Осадков не ожидается. В выходные дни будет температура воздуха ниже нормы на 24 градуса. В начале недели у нас вновь начнутся дожди. В понедельник и во вторник мой температурный фон повысится ночью до 50 градусов и днем до 17-22. Но это будет кратковременно. В Краснодарске изъяли партию контрафактного алкоголя. Сегодня сотрудники полиции, представители Краевого министерства промышленности, энергетики и торговли, а также городской мэрии провели рейд в микрорайоне Северный. Что грозит за продажу незаконного спиртного и как распознать подделку с помощью мобильного приложения, расскажет моя коллега Фаиля Шарыпова. Контрольная закупка подтвердила предположения надзорных органов. Алкоголь в торговом павильоне продают без лицензии. Это послужило основанием для тщательной проверки. Бутылки со спиртными напитками на прилавках этого павильона уже само по себе нарушение. В нестационарных торговых точках их продавать запрещено. В продаже имеется как водка, вино, шампанское. На данную алкогольную продукцию отсутствуют установленные сопроводительные документы. Как правило, незаконные торговцы предлагают покупателям и контрафактный алкоголь. Этот павильон не стал исключением. Поддельной оказалась финская водка. Кривонаклеенные этикетки, неправильный штрих-код, фальсификат обнаружили уже при беглом осмотре. Отличить подделку могут даже покупатели с помощью мобильного приложения «Росалкогольрегулирование». В камерой сканируется марка, выдается вся информация об алкогольной продукции. Кем она произведена, наименование, емкость и крепость. Если марка поддельная, то тогда здесь информация не будет отображена, никакая. Или, возможно, информация будет о другой водке. Здесь надо внимательно смотреть. В приложении есть карта магазинов, у которых имеется лицензия на торговлю алкоголем. В этом павильоне спиртного не должно быть, поэтому хозяин будет привлечен к административной ответственности. Летом ужесточили наказание за незаконную продажу спиртного. Нарушителям грозят крупные штрафы от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара. А за повторную продажу без лицензии – уголовная ответственность. Данное направление деятельности фактически является приоритетным в настоящее время в деятельности министерства, поскольку мы имеем печальные опыты, связанные с отравлением населения, жителей Красноярского края, суррогатной продукцией. Безусловно, мы должны пресекать и распространение контрафактной продукции, которая продается без соблюдения налогового законодательства, без уплаты акцизов, налогов. С 1 сентября почти вдвое сократилось количество торговых организаций, которые имеют право продавать алкоголь. Только в Красноярске в этом году выявили 160 нарушителей. В результате 43 нестационарных павильона уже снесли. Еще 101 скоро демонтируют. Договоры о предоставлении земельных участков с хозяевами ларьков и киосков расторгнуты. Такими мерами краевое правительство намерено остановить незаконную розничную торговлю спиртным. Фаля Шарыпова, Павел Патолицин. Новости. Венесецкий готовится к 400-летию города. Сколько старинных зданий отреставрируют к юбилею? Расскажем через пару минут. Спасибо, что остались с нами. Продолжаем выпуск. Сегодня годовщина блокады Ленинграда. Именно в этот день, 76 лет назад, началась осада северной столицы, которая продолжалась 872 дня. Ленинградцы, которых тогда эвакуировали в Красноярск, сегодня собрались на митинг, чтобы вспомнить погибших земляков. Ольга Тишинина расспросила их, что помогло им выжить в осажденном городе. Дети, плача, хлеба просили. Нет страшнее пытки такой. Ленинградцы ворот не открыли и не вышли к стене городской. За этими строками стоят мучения и страдания миллионов ленинградцев, которые 8 сентября 1941 года оказались в блокаде. Живые свидетели тех событий не могут сдержать слез. Слишком глубоко в память врезалась, как голодали, ели клей, варили кожаные ремни и были готовы обменять что угодно на кусок хлеба. Тех, кто тогда не выдержал, вспоминают блокадники, эвакуированные в Красноярск. Когда фашисты осадили северную столицу, Софье Яковлевне было всего 6 лет. В 42-м их с братом и бабушкой вывезли в Красноярск, именно это и спасло им жизнь. Самое вот такое у меня воспоминание, когда я дома, оставили меня одну и сказали, от этого кусочка хлеба, 250 грамм, наверное, было, отрежь немножко и съешь. Ну что, 6-летний ребенок. И я начала, знаете, по крошечке, по крошечке, по крошечке, и я этот хлеб весь съела. Когда я осознала, что я съела эту пайку хлеба, мне так было тяжело и плохо. С тех пор у меня какое-то, знаете, благоговейное такое отношение к хлебу. Я никогда ни крошечки хлеба не выбрасывала. Каждый день в блокадном Ленинграде умирало больше 4 тысяч человек, падали прямо на улице. За 872 дня осады погибло свыше миллиона человек. В Красноярск тогда специальным эшелоном эвакуировали почти полторы тысячи маленьких истощенных ленинградцев. Валентина Антонова говорит, уезжать жители северной столицы не хотели. Не верили, что город сдадут Гитлеру. А сама в Сибирь попала из-за суматохи на вокзале. А было уже темно. И я где-то зацепилась за шпалу, упала, разбила лицо. Мама засуетилась, конечно, забеспокоилась. И в это время из рядом стоящего поезда товарника, ну тогда все товарники были, выскочили военные и забрали нас с собой. Оказывается, этот эшелон увозил раненых с фронта в Сибирь. Почтили память погибших ленинградцев и школьники. Они возложили цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Я вообще не могла сдержать слез. 250 грамм хлеба – это вообще очень мало. Для нас сейчас это пустяки, но тогда это была даже одна крошечка. Это уже было какое-то спасение. Очень жалко тех людей, которые пережили блокаду, которые не смогли ее пережить. То, что умирали от голода, от холода, от болезни, от неизможения. Ели клей, ели все, чтобы вы же делали, но не сдавались. Сами блокадники говорят, именно общая вера в победу даже маленьких детей помогла тогда пережить осаду. Сейчас в нашем крае осталось чуть больше 300 блокадников. Чтобы оставить о себе память на сибирской земле, которая стала для них новым домом, они высадили рядом с памятником живую изгородь, рябины и липу. Ольга Тишинина, Андрей Крупнов. Новости. Другими новостями больницы края трудоустраивают первых врачей, которые выпустились из медицинских вузов после упразднения интернатуры. Теперь они проходят краткосрочную стажировку и аккредитацию. Наша съемочная группа отправилась в поликлинику и выяснила, довольны ли пациентам работой начинающих специалистов. Молодой педиатр Надежда Бескаравайная ведет прием. Она работает в Красноярской поликлинике номер 2 меньше месяца, но уже познакомилась со многими маленькими пациентами. Родители говорят, их новый врач легко находит общий язык с малышами и очень внимательно к жалобам. Конечно, были немножко опасения. Спросила, где наш старый, педиатр, врач, в отпуске. С ребенком сразу нашла общий контакт, нормально, без всяких стеснений. Мне понравилось. Надежда оказалась в числе тех, кто на своем опыте испытал реформу образования. С этого года в системе обучения медиков упразднена интернатура. Теперь вчерашние студенты проходят аккредитацию и идут на работу. Надежда признается, было страшновато сразу пойти к маленьким пациентам, но с волнением удалось справиться. Я всегда хотела стать врачом. Дети мне нравятся, детей я люблю. Работа непростая, конечно. Дети тоже разные. Кто-то плачет, кто-то улыбается. Но в общем впечатления хорошие. Вопросы у молодых специалистов, конечно, возникают. За каждым закреплен наставник, которому врач может прийти за советом. Но даже в его отсутствии каждый сотрудник готов помочь начинающим коллегам. Заведующая поликлиника и Светлана Айкашева отмечают, они всегда ждут молодых докторов. У нас коллектив очень дружный, относятся очень хорошо, помогают, объясняют не только наставник, и другие доктора. У нее опытная медсестра, которая тоже ей очень много помогает. Я думаю, что те знания, которые она получила в институте, плюс опыт наставника, получится хороший доктор в будущем. Всего в этом году в медицинские учреждения Края пришли 367 молодых врачей. Из них 52 – это выпускники нынешнего года, прошедшие аккредитацию. При этом в Минздраве Края подчеркивают опасения, что медики что-то недополучили в связи с упразднением интернатуры безосновательны. В последний год обучения была изменена программа, и она была усилена в части практического обучения как раз на рабочих местах в поликлиниках. И последние три месяца, это по решению совместного Минздрава Края и Медуниверситета, была изменена программа для того, чтобы три месяца специалисты стажировались в поликлиниках. Сейчас в поликлиниках Края существует нехватка специалистов. По предварительным подсчетам, чтобы покрыть потребность ежегодно, первичное звено системы здравоохранения должны приходить по 80 терапевтов и 30 педиатров. В Краевом Минздраве рассчитывают, что новая система подготовки врачей будет этому способствовать. Анна Московская, Ксеволод Никитин. Новости. Новые игровые комплексы и свежий асфальт. В Ачинске сразу в нескольких домах завершилось благоустройство, проведенное в рамках большой федеральной программы «Городская среда». Как изменились дворовые площадки, расскажет Александра Арепьева. Сразу после школы играть. Новые горки, песочница и другие объекты, всего их 11, появились на улице Садовая благодаря проекту «Городская среда». Теперь этот двор всегда полон детей. Они приходят не только из соседних домов, но даже из других микрорайонов. Это надо видеть просто счастливое лицо вот этих ребятишек. Я подходила, спрашиваю, говорю, ребятишки, вам нравится? Очень нравится. Вот нам бы. Я говорю, так вы своим родителям говорите. Я говорю, это же вот программа может прийти в любой двор, в любой дом. А это уже другой двор. Жильцы дома на улице Дзержинского решили обновить асфальт. Из-за большого количества машин дорога здесь пришла в негодность. Самостоятельно копить на ремонт проезда пришлось бы несколько лет. Помогла федеральная программа. Подрядчик справился в рекордные сроки. Работы контролировали сами собственники. Жители спрашивали, интересовались, что заложено у нас, какие объемы работ. Подсказывали, где у них большое скопление воды. Ну, это как бы мы сами все видели. Мы отстреливали дорогу. Ядезист у нас работал. Бордюры выставляли по уровню, чтобы был где уклон и от домов, и от бордюров. Ну, как бы здесь у нас все хорошо получилось. В Ачинске в этом году благоустроит 22 двора и одно общественное пространство. Всего городу выделено свыше 40 миллионов рублей. К благоустройству парка Победы подключились спонсоры. Парк готов на 45%. Ремонт должны завершить до середины сентября. Такие масштабные работы в центре города проводят впервые. Это очень социально значимый объект для населения. Здесь у нас отдыхают граждане вместе с ребятишками. Здесь находятся все социально значимые объекты рядом. И, то есть, посещаемость парка, ну, наверное, самая большая в городе. Уже выполнена подготовка. Подготовительность работы сейчас уже подходим к завершающему этапу. Это укладка плитки, асфальтирование. Также будут установлены малые формы. Ачинск в числе других 17 муниципалитетов края активно реализует федеральную программу. Красноярский край в целом находится в числе лидеров рейтинга регионов страны. Краевая власть уже сейчас формирует план благоустройства на последующие годы. И не только в городах, но и в сельских местностях. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов. Новости. В Красноярске откроется сквер геологов. Он появится на пересечении улиц Карла Маркса и Венбаума по инициативе ветеранов отрасли. Работы уже начались. В сквере установили скамейки, фонари, посадили деревья и сделали брусчатые дорожки. Ну а центральным объектом парка станет бронзовый памятник геологам на каменном постаменте, вокруг которого разместят гранитные плиты с названиями самых крупных месторождений полезных ископаемых. Специалисты из нашего края открыли сотни таких мест. Многие участки осваивают до сих пор. Сейчас он отлит уже в металле и идет его сборка. И памятник и сквер, как сквер геологов, мы будем открывать на День геолога на будущий год, 2018 год, 1 апреля. Это символично, что такой сквер и такой памятник появляется, потому что это подчеркивает уважение красноярцев к геологу как профессии, как труду. И подчеркивает роль, которую как раз геологи сегодня дали, что ли, в развитии Красноярского края. Венесейские архитекторы восстановили почти треть старинных зданий, включенных в программу реставрации памятников. Город, напомним, готовится к 400-летию. В 2019 году специалисты должны привести в порядок 23 объекта. Как продвигаются работы и какая достопримечательность совсем скоро появятся в Венесейске, узнавала Анжелика Александрова. В общем-то, такие фасадные краски, то есть уже более современные, конечно, раньше это была известка, сейчас это уже такие современные фасадные краски, более долговечные. Это здание, одно из немногих, сохранилось практически полностью. Каждому кирпичику в этих стенах по 300 лет. Благодаря стараниям реставраторов старинная усадьба снаружи выглядит, как и три века назад. Деревянную часть второго этажа покрасили и обработали специальным раствором, чтобы защитить дерево от возгорания. Постарались максимально сохранить и внутренние элементы старинного декора, например, деревянные наличники на окнах. Здание очень старое, кривое, все когда выравниваешь, сразу теряются все эти уровни, надо все это подгонять. Ну, то есть, вот это проблема. То есть, старое здание привести к современному виду, когда удобно, ровно все, там углы прямые, ну, это очень тяжело, но тем не менее. Когда-то в этом доме располагалось уездное училище. Теперь здесь будет Енисейская спортивная школа. В помещении отремонтировали учебные классы, установили современную систему пожаротушения, бактерицидные лампы, готовят оборудование для тренажерного зала. Сейчас у нас осуществляется переезд. Это здание, конечно, отличается значительно от того, что было. Все кабинеты светлые, просторные, с хорошим ремонтом. Но я думаю, что это особо повлияет на тренировочный процесс. Одним из самых красивых и сложных объектов реставрации стала усадьба купца и золотопромышленника Захарова 19 века. Специалисты зачистили каждый кирпичный шов, заново воссоздали сложный архитектурный рисунок. Теперь этот жилой дом в центре города – настоящее украшение Енисейска. Еще один объект, который уже сдан в эксплуатацию – купеческий особняк Евсеева 1730 года. Реставраторы сохранили все неровности фасада, архитектурный рисунок здания, а главное – наземную часть фундамента из большого камня. К юбилею в Енисейске благоустроят и городскую набережную. Здесь уже установили фонари, кованные скамейки, частично положили брусчатку. Через пару недель высадят деревья и искусственный газон. А в середине октября здесь откроют памятник основателям города. Иноку Тимофею, казакам Черка Сурукину и Петру Албычеву. Здесь сидит инок, монах. Я думаю, что ему будет тереть ботинок, туфель. И сделана специальная площадочка, специально для того, чтобы ставить свечи. Основные работы по благоустройству набережной планируют завершить через полтора месяца. А через пару лет центр одного из старейших городов в Восточной Сибири будет блистать, как и несколько столетий назад. Специалисты надеются, что после юбилея реставрация зданий памятников продолжится. Помимо 23 внесенных в список, остается еще более 80 объектов культурного наследия. Анжелика Александрова, Степан Хрисанхов. Новости. В Красноярске стартует международный фестиваль «Азия, Сибирь, Европа». Какие экзотические инструменты услышат зрители? Расскажем после рекламы. Вы смотрите новости на телеканале «Анисей». Мы работаем в прямом эфире. Сейчас немного новостей из сферы культуры. В Красноярской филармонии с единственным сольным концертом выступит звезда мировой оперы Василий Ладюк. Он уже приступил к репетициям с симфоническим оркестром под руководством Владимира Ланды. Один из лучших баритонов мира исполнит на сцене большого концертного зала популярную классику и арию из опер. Музыкальные критики отзываются о Ладжике как об истинном художнике жанра. Его выступления всегда артистичны и выразительны. Красноярский концерт известного оперного певца состоится завтра, 9 сентября. Красноярск для меня город знакомый. Я неоднократно приезжал сюда в оперный театр на фестиваль. Исполнял и Елецкого, и Жермона. И участвовал в галоконцертах. Но вот как сольный концерт в Красноярской филармонии впервые. Я очень надеюсь, что этот приезд станет настоящим праздником для красноярского слушателя. Ваш край славен своими традициями музыкальными. И не случайно один из самых знаменитых мировых певцов Дмитрий Хворостовский родом из Красноярска. Поэтому я чувствовал, что здесь будет серьезная подготовка. А также в ближайшее время в Красноярске прозвучат древние инструменты и выступят мировые легенды. В течение двух недель в рамках фестиваля Азия, Сибирь и Европа на сцене малого концертного зала выступят музыканты из Китая, Швейцарии, Германии и Португалии. Откроется фестиваль с совместным выступлением красноярского и китайского оркестров. Помимо привычных скрипки, виланчери и фортепиано, зрители услышат экзотические инструменты, например, губной орган или цитра гуцинь с шелковыми струнами. В своем роде это самый яркий инструмент, представитель струнных. Как говорили в Китае в древности, каждый уважающий себя человек обязан уметь играть на гуцинь, владеть каллиграфией и уметь проводить чайную церемонию. То есть, как понимаете, это неотъемлемая часть нашей культуры. По сравнению с другими инструментами, у него нет громкого звучания. Звук спокойный и умиротворенный. Начинается не только концертный сезон, но и театральный. В театре оперы и балета рассказали, что ждет зрителей в юбилейном 40-м сезоне. Первый сбор труппы прошел сегодня. Журналистам представили новых артистов. В этом году в театр пришли 11 выпускников хореографического колледжа и 6 новых оперных певцов. По традиции поздравили коллектив представителей краевой и городской администрации. Они вручили солистам и музыкантам, которые проявили себя в прошлом сезоне, грамоты и благодарственные письма. Новый сезон стартует уже 12 сентября. И на большом гала-концерте красноярцы услышат произведения русских композиторов. В программе хор купцов из оперы Садко, русский танец из балета Лебединое озеро, ария Варлаама из оперы Борис Годунов и многое другое. Ну и в ноябре красноярцы поедут на гастроли. В Москве они покажут премьеру прошлого сезона оперу Кавказский пленник. По словам руководителей театра, в этом сезоне любителей оперы и балета ждет много интересного. Мы готовим юбилей, как и весь вся страна, Мариусу Петипа. Это будет премьера балета Корсар. Огромное количество возобновлений репертуара, потому что труппы и оперные балеты сейчас очень на высоком подъеме, на хорошем подъеме, в хорошем состоянии. В рамках парада «Звезд» Любовь Казарновская будет делать спектакль «Рафаэль». Это тоже возобновление, так скажем, забытых опер. Мы думаем о постановке оперы «Трубадур». Мы думаем о постановке оперы не только «Любовь Тихона Хринникова». На сейчас в выпуске новая серия проекта «Сибирская мудрость». Обеспечена ли долгая жизнь, если не ходить по врачам? На эту тему рассуждает генеральный директор медицинского центра, врач-онколог Андрей Абросов. Знаете, есть такое понятие, сколько прослужит охотничье ружье. Год, два, десять. Нет, оно прослужит в первую очередь определенное количество выстрелов. Сколько выстрелов будет сделано и в каком промежутке времени. Столько это ружье будет живым механизмом. В чем-то можно провести параллели и с жизнью человека. Я думаю, что это не совсем правильно, когда мы кичимся тем, что человек абсолютно здоров. И я уже там два десятка лет не обращался к врачам, потому что у меня не было повода. Да нет, повод всегда был. Просто это бесшабашное, бездумное отношение к своему здоровью. Ну и на этой философской ноте наш выпуск завершен. Телефон для ваших новостей 236-0136. Также всю информацию можно найти и оставить на нашем сайте. www.nesey.tv